Теперь насчет женщин. Ситуация такая. Дело вот в чем. Это, как ни странно, такой вот побочный эффект глубоко патриархального характера северокорейского общества. Дело в том, что в отличие от большинства социалистических стран, Северная Корея не проводила линию на вовлечение женщин в общественное производство в больших масштабах. То есть что-то такое было, но достаточно ограниченное. А вообще говоря, установка была такая, что женщина, выйдя замуж, вполне может сидеть дома и заниматься детьми, ну и хозяйством. Соответственно, когда начался кризис, поскольку вся система контроля над населением базировалась на идее, на предположении о том, что любой взрослый кореец имеет постоянную работу и через него ее воспитывают, он там участвует в организационной жизни. Он ведь обязательно член организации. Этого в Советском Союзе, кстати, тоже не было. В Советском Союзе организационная жизнь была только у членов партии. А в Северной Корее это и у членов партии. То есть все там, любой человек, он является членом какой-то организации. Это имеется в виду не трудовой коллектив, а организация внутри трудового коллектива. Партийная, профсоюзная, комсомольская. Даже женщины, тоже у них там был свой женский союз, это вот для домохозяек. Их там, значит, три раза в неделю портработа, там собрание подведений только в жизни раз в неделю, обычно, может, чуть реже для некоторых групп, чуть чаще для других. Вот, в общем, такая система. Да, и вот когда система стала сыпаться, ожидалось, что любой человек, у которого есть работа, будет ходить обязательно на работу. Хотя там делать, как правило, было нечем. Он там приходил, штанки красил, еще те, которые в Китае не продали на металлом. Там ходил на какие-то мобилизации по благоустройству города, еще что-то там, политработ, лекции слушал о страданиях южнокорейского народа и прочем. Но хотя бы несколько часов нужно было каждый день появляться, иначе могли быть проблемы. А женщина все просто. Она, у нее время было. Она выходила замуж, а брак практически, вот социальная схема такая, что брак обязателен. То есть, не выход замуж или, так сказать, не женитьба, это, ну, что-то совершенно немыслимое. И тут, по-какски, патриархальная модель. И вот как она выходила замуж, она получала вот эту справочку. Из этой справочки могла денно и ночью пропадать на рынке, работать на этих частных огородах, в горах, ходить по ночам через границу с тюками, контрабанды. А мужчина, он так сидел. Кроме того, было еще ощущение, что все это временно, что все это кончится. И семья задавала вопрос, когда все это кончится, если обнаружится, что вот ты, мужик, отклонялся от правильной линии, ну, могут быть какие-то проблемы. А так ты ходишь на работу, все правильно. А что там твоя баба делает, это кого-то тебя не особо не интересует. Вот. И в результате получилось, что весь средний и мелкий бизнес оказался женским. Проблема только в крупном бизнесе, где очень большую роль играют связи с существующим бюрократическим аппаратом, но это, конечно, уже игры серьезных мужских парней. Постоянное ощущение, что они едут на «Тигре». То есть были основания, Ким Чен Ир имел свои резоны, когда он решил не проводить реформ и не будить лихо. Но у его сына нет выбора, ему приходится будить лихо, рассчитывая, что это лихо он как-то будет держать под контролем.